Продолжение следует... Просто изменения в мире стали происходить слишком быстро. Конкуренция растет, а прибыль тает на глазах. Еще совсем недавно для того, чтобы открыть бизнес, нужно было просто начать. Начать совершать какие-то действия, чтобы получать какие-то результаты. И чем больше мы делали, тем лучше оказывался и результат. А что сегодня? Мы бежим, изо всех сил бежим, мы делаем больше, чем раньше, а результаты даже не такие, как были. Они стали хуже. Денег меньше. Удовольствие? Похоже, мы забыли об удовольствии. В нас словно выключили свет. И стало немного страшно. Вранье. Нам очень страшно. Неизвестность всегда пугает. Почему я просто не могу нормально, как раньше, развивать свой бизнес и жить счастливо? Но ведь так бывает. У других так есть. Почему не у меня? Возможно, сейчас просто не время. Нужно спрятаться, переждать. В конце концов, забыть об амбициях и попытаться выжить. Продержаться сколько получится. Вы правда так думаете? Поздравляю. Ваше развитие остановилось. Ваш бизнес умер, а вас больше нет. Нет. Почти нет. А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему так произошло? Что изменилось? Куда исчезли хорошие продажи? Я знаю ваш ответ. Виной всему кризис. Не правда ли? Так просто порой дать объяснение собственным неудачам, списав их на внешние факторы. Но только кризис – это всего лишь изменение погодных условий в сфере бизнеса. Словно лето перешло в зиму. И единственное правильное решение, которое поможет вам и дальше жить хорошо – это простое принятие фактов. Наступила зима, и вполне возможно, что продлится она 100 лет. И главный вопрос – готовы ли вы научиться жить в холоде или собираетесь сдаться и замерзнуть? Исследования самой причины таких изменений никак не смогут согреть ни вас, ни меня. Вы много думали о деньгах и о том, что хотите на них приобрести. Вы думали о росте, тщеславии и о том, как заработать больше, работая все меньше. Вы изобретали различные способы, и у вас даже получалось. Но больше нет. Все стало гораздо сложнее, и вы, скорее всего, в замешательстве. И это прекрасно, друзья мои, потому что наконец-то у вас появилось время подумать о главном в вашем бизнесе. И вы, скорее всего, удивитесь, узнав, что главное в вашем бизнесе – это клиент. Ведь, несмотря на стремительные перемены, есть кое-что, что остается неизменным. Это люди. Люди не меняются. Они могут уйти от нас к конкурентам, но это не изменит сути. Именно люди способны построить наш бизнес или разрушить его. Фирма «Кодек», создавшая уникальный фотоаппарат, занимала четвертое место среди самых ценных мировых брендов, таких как «Дисней», «Кока-Кола» и «Макдональдс». «Рамблер» был первой поисковой системой «Рунета», а «Нокия» принадлежала более 50% мирового рынка мобильных телефонов. Все эти компании отлично вам знакомы. Они были лидерами, но исчезли с рынка в тот момент, когда перестали задавать себе вопрос, что нужно клиенту. Бренды уходят не по своей воле. Это случается тогда, когда от марки отворачиваются покупатели. Мы сами и есть убийцы брендов, но мы же и их спасители. Меня зовут Ольга Ермилова. В конце 2008 года я начала свой свадебный бизнес и сделала это тогда, когда мир переживал большой финансовый кризис. Я никогда не знала, что значит работать во времена всеобщего финансового роста. Я мало думала о конкурентах и никогда не останавливалась, чтобы переждать непростые времена, потому что для меня все эти времена были одинаковыми. День за днем я создавала свадебную империю, организовывая лучшие свадьбы, выставки, конференции. Я провела сотни тренингов и выпустила в мир тысячи успешных организаторов. Мое имя известно каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к свадьбам. И есть только одна правда, как мне удается это делать. Хотите ее узнать? Все просто. Я никогда не занимаюсь тем, во что не верю сама. Каждый мой проект всегда начинается с вопроса, как он сможет улучшить жизнь моего клиента. Именно это всегда дает мне невероятную мотивацию и отдачу в виде благодарных клиентов и отличных продаж. Я изучила опыт по-настоящему успешных компаний. И представьте, что философия каждой из них гласит – люби то, что делаешь, люби своего клиента и выражай это в своих действиях. Я определила эту философию как Love Marketing и превратила ее в технологию. Мы можем бесконечно создавать бизнесы, генерировать новые товары, услуги и каналы их сбыта. Но если мы однажды не осознаем, что такое Love Marketing и каким образом внедрение этой технологии в бизнес способно изменить не только нашу жизнь, но и жизнь наших клиентов, мы никогда не обретем стабильность и всегда будем продолжать конкурировать и соревноваться. А зачастую попросту сходить с дистанции. Представьте, что абсолютно каждый может постичь ее. Но только реально внедрить Love Marketing в своей компании смогут только те, кто по-настоящему живет своим делом. Никакой фальши, никакого обмана. Я всегда ставлю потребности своего клиента на первое место. Это не пикап, это любовь на всю жизнь. Вы наверняка задавались вопросом, как можно занять лидерские позиции без огромных рекламных бюджетов, без навязчивых отделов продаж и холодных звонков. Как сделать так, чтобы люди сами покупали и делали это с удовольствием. Технология Love Marketing – лучший и единственный для меня ответ. Вы можете и дальше перекладывать ответственность за свои неудачи на кризис, а можете взять ее на себя и начать с чистого листа, поверив, что сможете по-настоящему улучшить жизнь своих клиентов. Выбрав этот путь, вы не только увидите весомые изменения в бизнесе, вы узнаете, что значит жизнь счастливого человека. Вы откроете неисчерпаемый запас энергии, ваши глаза вновь загорятся, а деньги… Вы перестанете думать о деньгах, потому что эта проблема решится сама собой. Выбросьте мысли о конкурентах, забудьте об ожидании. Все, что вам нужно делать, это улучшать жизнь своих клиентов, давая им то, что они ищут. Искренне заботясь о людях, вы получаете в их лице самое лучшее продвижение в мире. Я понимаю, что на первый взгляд все это может показаться вам какой-то глупой сказкой. И вы можете закрыть это видео и никогда больше не вспомнить о том, что сейчас услышали. Но только это действие равным счетом никак не изменит ни вас, ни ваш бизнес. А можете продолжить знакомство с технологией лав-маркетинга и внедрить ее в жизнь своего бизнеса, наблюдая за тем, как он превращается в мощную и крепкую компанию. Самая большая мечта любого человека – это заниматься любимым делом и при этом жить ни в чем себе не отказывая. И вы можете достичь этого. Это абсолютно реально. Откройте для себя лав-маркетинг, и вы откроете новую жизнь вашего бизнеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!